Рост объемов промышленного сельскохозяйственного производства, ввод жилья, снижение уровня безработицы. Предварительные итоги социально-экономического развития за пять месяцев этого года обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Улучшается ситуация в промышленном комплексе. Предприятиями отгружено товаров на сумму 101,4 миллиарда рублей. В целом индекс промышленного производства вырос на 2% за счет повышения инвестиционной активности и расширения мер государственной поддержки предприятия. В сельском хозяйстве показатель еще выше 4,4%. Отмечаем рост по производству молока, мяса. Примерно на том же уровне находится производство яиц и овощеводство закрытого грунта. У нас здесь рост, сами видите на слайде, довольно-таки стремительный. Уменьшилось количество заказов на коммерческие объекты строительства. Выросли в цене строиматериалы, сократились объемы долевого участия. А вот оборот розничной торговли вырос почти на 13%. Исполнение регионального бюджета также находится на позитивном уровне относительно прошлого года. Доходы всего составили 31,5 миллиардов рублей, что на 19,9% выше аналогичного уровня прошлого года. Собственные доходы поступили в объеме 17 миллиардов рублей с ростом на 17,3%. По данному показателю Чувашская республика на 10 месте. Выше аналогичного периода прошлого года фиксируется поступление налога на прибыль организации, НДФЛ, акцизов, государственной пошлины. Несмотря на многие позитивные изменения, Олег Николаев отметил, что главное не освоение средств, а реальные изменения за счет реализации нацпроектов, результат, который почувствуют люди. Переходя к процессу формирования бюджета, очень важно еще раз посмотреть критически на все те мероприятия, которые планируются на следующий год. И здесь еще раз обозначаю важность, во-первых, выдержать все этапы, но самое главное, чтобы у нас с вами нормативная база и возможность реализации всех мероприятий, которые предусмотрены по тем или иным направлениям, начались с самого начала года. Все возможности для этого у нас есть. Минфину Чувашии поручено принять нормативные акты, регулирующие жестко устанавливающие сроки реализации проектов. Продолжение следует...